итак всем привет как вы видите мы походим третью часть инди игрушки под названием shadow shadow 3 собственно игрушка все опять же от того же автора создателем присесть c окей я это учту так ну давайте наверно опять темнить не будем просто начнем сразу я просто поверить не могу живой человек настоящий живой человек иди за мной я тебе кое-что покажу как бы когда тебе негр охранник говорит иди за мной тебе кое-что покажу нет я чё-то не я не они были назад нельзя ну да собственно действия так понимаю происходит сразу после концовки второй части мы идем за край хаником негром который сказал нам что что-то покажет слушайте но это блин паре вот уже не помню как сюда попал ну примерно я здесь уже месяца два нахожусь и уже успел изучить здешние места но ни в коем случае я не захожу дальше развален там вот здесь я и живу то есть и шатвари здесь я и отдыхаю здесь и я храню свое оружие для тебя оружие припасено в конце комнаты на столе возьми обязательно тебе пригодится а у него ни хрена себе 4 это я так понимаю тут чё-то типа сюжета привык что ли на очень прикольно выходит в принципе пока учета как-то непонятно даже до вами на потом куда столько потонов я чё-то не пойму блин это чё за чё-то как-то пока непонятно какой начало давайте сходим чё-то вообще какой-то жесть пока я честно ни хрена не понял но ханик негром пугает чё тут вообще произошло непонятно блин мы зончик такой этому похорен тут вообще ни фига ну пока я не знаю пока вроде прикольного для фпс-крейтера особенно но ну и чё дальше чё-то иди в баню негава я боюсь я тебя боюсь серьезно иди нафиг давайте вниз пойдем посмотрим что тут а у меня бег даже появился вау я так думаю ты хочешь найти свою девушку я так решил просто в пустоши я видел новый образ которого не было раньше позже я присмотрелся к нему я подкрался к этому образу и вижу силуэт красивой девушки молодой может быть это твоя возлюбленная я не знаю но может быть все таки из-за нее ты здесь есть если тебя туда надо иди возьми ключ у меня под кроватью я прикидываю чё у тебя там под кроватью я прям прикидываю блин блин это чё-то вообще ни хрена не понятно пока что-то ни хрена не пойму не в обиду автору но я честно ни хрена не пойму так иди в баню я негров боюсь я очень его боюсь негра это самый страшный скеймил в любой игре блин в натуре но кровавые двери пустошь еще какая-то блин что-то у меня количество патронов очень смущает честно даже через чул вот честно очень количество патронов смущает я не знаю почему но слишком много это как-то блин опять музон из-за носферату ух ёшкин коротки мы че тут вообще случилось а так давайте ка сначала сюда может ли нет давайте туда пока не понятно вообще абсолютно ничего вроде кажется пока стремно дизайн вот и да получит хищник окей хищнику кем я понял я понял прикол оценил атмосферу чувак не знаешь где тут чё не я понял гопники 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 не на этом блин ватафак я тебе понял зачем столько патронов блин но это даже 4 не страшно если честно не вот мне пока вообще абсолютно не страшно ну шагануло конечно но я не знаю доутик у тут ухтик читая жать спокойно пока ничего такого нет спокойно все хорошо его дизайн конечно да намного лучше дизайн да дизайн намного стал лучше это даже видно невооруженным гразом на самом деле фиперская этого блин но я честно по ожидал блин не знаю пугание какого-нибудь шугание скаймеров этого пока нет ну конечно не считаете гопников ключ до плюс патронов количество я не знаю 950 пули это блин я не знаю это насколько косым надо быть чтобы все использовать или тут потом целые тупы будут как в думе фиг знает нужно ключ посмотрим что тут тут у нас ключи опять же собирание ключей это блин честно не оригинально уже я не знаю блин это конечно все таки в песка этого но можно же что-то помимо ключи изливать фиг знает это чё ну да ты красавчик и завис и все я не против валим дальше так вообще чё-то по сюжету я так понимаю мы ищем девушку свою но с учим это не она была блин ухты в шедоу твою мать ну не манекены уже я уже привык ним я уже в шедоу к ним привык надо что-то новое автор надо что-то новое не обижайся но я говорю как есть манекены уже не пугают увы каминчик неужели что-то будет причем эта часть называется shadow 3 финал то есть она финальная как бы то есть да и трилогия такая небольшая скажем да иди ты вот не знаю почему но меня чё-то это уже все не пугает вот честно я не знаю почему первый шедоу пугал скримером и капитально во втором появилась неплохая атмосфера и дизайна уж тут пока только неплохой дизайн и какой-то не знаю все для сюжет чтобы какой-то пытается автор сюжет сделать пока честно непонятно я тебя знаю блин я тебя знаю я тебя знаю блин ты сейчас опять я что-то похоже да я вас вижу хэдшот от студа это честь должна быть для тебе учти это самая достойная смерть хэдшот от студа чё вообще загубники я не пойму взять 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 его чего взять его скрипт взять его блин да ну нахер взять его блин окей с авторскими полами надеюсь не будет проблем да твою мать сколько вас что-то слишком много добрый музон ваше мать это какой-то дум в натуре да сколько тут глупников то вообще обалдеть да хватит ну зона да блин геймкомплит че за я не знаю как это вежливо сказать в общем я не знаю не в обиду автору создателю аукуб но блин честная игра скатилась говно не в обиду но я говорю как это есть но это опять лично мое мнение я не знаю я не знаю покомментировать остальные но он дачнем с первого части подведя такой только трилогии все скажем первая часть было просто офигенно несмотря на пустоту дизайна и некоторые грехи весь остальные там был офигеннейший так скажем как сказать офигеннейший скримеры да хоть и тупы но пугало капитально конечно блин просто скримерами тупо во второй части автор наконец-таки доработал нам этот дизайн дизайн стал приятнее намного но скримеров стало меньше игра чуть-чуть покроче стала но тем не менее в товаре тоже бы они по хр в принципе там так тем более стало лучше дизайн да эти я не знаю за сколько третью пошел у меня не я не засекал честно но я думаю это не больше 15-20 минут мне кажется видео будет игра стала мало того что короче так еще она не пугает вообще до вначале авто попытался создать какое-то подобие сюжета либо любопытно даже стала мне но потом это подобие сюжета вообще как-то испарилась куда-то попала то есть по сюжету и так бы я ни хрена не понял что вообще случилось и чтобы вы дальше сюжет вообще не закончен полностью конечно сюжет это большой минус потому что если в предыдущих частях сюжета вообще никакого не было хотя во вторую уже пытался с медсестой какой-то сюжет были создаваться ну как бы не было то тут уже изначально идет сюжет а потом его резко обрубает автор и в итоге ничего не закончено как были ныне начавшись бы хотя на дизайн вообще дизайн да конечно дизайн шейдут и намного лучше но под конец игра скатилась в тупой шутер мясо что вообще честно не интересно на самом деле было в общем что я могу сказать автору я ему посоветую все-таки завязать так скажем сейши до и все таки если автор если решишь сделать четвертую часть они с эту не торопись потому что видно что третья часть 2 я не знаю но третье уже видно что сделано блин я не знаю на скорую руку что ли кончились идеи я не знаю отдохни с обессмыслями я понимаю припеска этого это не тот движок на котором можно создать там я не знаю шедевр но посмотри на библи блюз к примеру тут же рэкзе шатал или как вот там где вид из камеры уйдет хоть она на командской еще и палочка игр есть на фпс карета и не плохих при желании можно создать хорошую игру нужно время идей обдумка все это обдумать надо в принципе можно даже попытаться не знаю освоить unity на unity вообще чего-то можно создать по не ужастик я не советую пытаться создать сюжет на фпс карета и потому что сюжет на фпс карета это весьма сложно движок все-таки это даже не движок это же конструктор блин ну нужно больше скорее милов нужно больше пусть камеры будут и тупые но нужно больше нужно вот таких моментов причем не один тупый манекен ну задел это скажем так талант у автора есть за это ему все-таки респект первые две части меня шаганули конечно капитально особенно первое но третье это без обид это фэйл честно но талант и не то что даже талант не талант я в принципе что талант есть так скажем задел на будущее если автору доработать додумать то я думаю у нее все получится получится отличный ужастик в общем если какие-то автор будут вопросы я думаю на видео посмотрит то пусть он мне напишет они знаю в кавличку я в принципе могу даже свой skype дать поговорить с ним если он хочет могу более подобно все высказать и так сказать даже не знаю мне не трудно потому что все-таки видно что при желании он может создать что-то стоящее и мне бы в это стоящее честно хотелось бы прыгать одним из первых людей были на постах первые шеду реально понравился и второй ну пойти ну не удалось увы говорю как есть что поделаешь но печеньку все-таки надо автору дать печеньку он заслужил да на этом все-таки да закинувшись так у нас эпилог блин скажу так финал я не знаю да в общем на этом все надеюсь всем понравилось кому-то понравилось не кидайте автору помидорами все-таки это первые работы он все-таки мне кажется старался ну не получилось с этой частью думаю мы еще возможно что-то от него увидим какие-то игры надеюсь на этом в общем всем удачи спасибо и пока